Галерея верхнего этажа атриума отеля. Она превращена в выставку картин. Отдельно некоторые из картин. Взгляд вниз. Спускаюсь на одном из лифтов. Последний взглядный отель, где у нас было два ночлега. Уличная композиция недалеко от отеля. В автобусе Эмилия читает стихотворение Гарсия Лорки о городе Сантьяго. Дождик идет в Сантьяго. Ночи такие темные. Трав серебро и грезы, лик закрывают умы. Видишь, на камне улиц падает тонкий хрусталь. Видишь, как шлет тебе море с ветром и мглу, и печаль. Шлет их тебе твое море, солнцем Сантьяго забыт. Только с утра в моем сердце капля дождя звенит. Сегодня мы едем в Авьеда, административный центр автономного сообщества Астурия. По дороге заедем в галисийский город Лакаруния и побываем в природном заповеднике на северном галисийском побережье Атлантического океана. До города Лакаруния нам предстоит проехать около 75 километров. Въезжаем в Лакаруния. Население города около 250 тысяч жителей. По II веке на мысе Лакаруния римляне построили маяк. После многочисленных перестроек этот маяк превратился в башню Еркулеса, которую мы сегодня увидим. В конце первого тысячелетия здесь появился порт для паломников Сантьяго де Компостелло. В 1588 году из порта Лакаруния вышла испанская непобедимая армада, которая должна была вторгнуться в Англию, но потерпела сокрушительное поражение. После этого Лакаруния подверглась нападению пиратов Фрэнсиса Дрейка. В районе Лакаруния в настоящее время развита нефтепереработка, алюминиевая, судостроительная, пищевая и текстильная промышленность и, конечно, рыболовство. Старое здание таможни Лакаруния. Модернистское здание 1-3 XX века в районе порта. Характерной чертой города являются фасады, образованные застекленными панелями, которые дополнительно защищают внутреннее помещение от ветра с океана. Из-за этих панелей Лакарунию называют «стеклянным городом». До 1982 года Лакаруния была административным центром Галисии. Но затем столицей автономного сообщества Галисия стал Сантьяго де Компостелло. Проезжаем мимо монумента эмигрантам в районе порта. Проезжаем крепость Сан-Антон, построенную в 16 веке для защиты гавани от нападения со стороны моря. Место, где стоит крепость Сан-Антон, было островом у входа в бухту. С 1968 года в Сан-Антон находится музей археологии и истории. За восстановленным участком стен старого города видим военный госпиталь. Художественно оформленные столбы для контактного провода трамвайной линии и для освещения набережной. Впереди уже видна башня Геркулеса. Постройка римского маяка на этом месте датируется началом 2 века. Она и сегодня служит маяком. И это старейший в мире маяк. Высота современной башни – 55 метров. Оставили автобус на стоянке и идем к маяку. До прихода римлян в этих местах было Кельтское королевство, со столицей, находившейся примерно в 20 километрах от башни Геркулеса. Старейшая легенда о башне найдена в так называемой книге захвата Ирландии, составленной ирландскими монахами. Согласно одному из вариантов легенды, кельтский король Бреоган построил здесь башню, с вершины которой можно было увидеть прекрасную землю в северном направлении. Сыновья Бреогана отправились на север, нашли и заселили эту землю, которая теперь называется Ирландией. Отметим, что отсюда до берегов Ирландии около 900 километров. Это комплекс зданий бывшей местной тюрьмы, которую заложили в 1925 году. Судя по публикациям в интернете, этот исторический комплекс уже давно никак не используется и приходит в упадок. Это видно даже по моей фотографии. По дороге к башне Геркулеса установлены современные скульптуры. Это работа галисийского скульптора Рамона Конде под названием «Страж». Памятник легендарному кельтскому королю Бреогану, с сыновьями которого связывают заселение Ирландии кельтами. Рядом плита с пояснениями. Ниже автор и дата создания монумента. Стилизованное скульптурное изображение корабля, вероятно кельтского. Подошли к башне Геркулеса. Знак, отмечающий башню Геркулеса как объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Эта скульптура стоит у входа в башню Геркулеса. Двери, ведущие внутрь башни. На одном из мысов установлено огромное скульптурное изображение раковины. Субтитры создавал DimaTorzok Отъезжаем от башни Геркулеса. Проезжаем мимо старого тюремного комплекса, о котором уже шла речь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Заменяю непредусмотренную, к сожалению, экскурсию по этому живописному городу съемками через переднее стекло автобуса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зара Хоум. Компания, созданная здесь в 2003 году. Сейчас у нее более 400 магазинов в 44 странах. Штаб-квартира Зара Хоум находится здесь, в Лакарунье. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оригинальная архитектура здания Приходской церкви, посвященная Галисийскому святому Сан-Педро де Мезонзо. Портал оформлен в стиле стеклянных фасадов города. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Несколько снимков, сделанных из автобуса при проезде по улицам Лакарунья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выехали из Лакарунья. И следующая остановка у нас в природном заповеднике под названием Берег Соборов. Это на побережье Атлантического океана. От Лакаруни до этого заповедника нам нужно проехать 145 километров. Едем по автостраде А8, которая называется Автовио-дель-Кантабрика, Кантабрийская автодорога. Она идет вдоль северного побережья Испании, от Галисии до французской границы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подъехали к берегу соборов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для сохранения растительности туристические тропы во многих местах проложены по мосткам. Кроме обрывистого побережья, здесь много отделенных от берега скал, окруженных водой. Время отливов обнажаются значительные участки берега, и можно подойти к этим скалам по песку. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Один из участков берега во время отлива. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это же место во время нашего посещения. Как видим, большая часть песчаных участков берега во время прилива покрывается водой. Показываю еще раз, как это место выглядит приятливее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Еще один участок берега при отливе. Тот же участок во время нашего посещения. Ветерок. Вода здесь исключительно чистая, так как поблизости нет никаких стоков. Продолжение следует... Теперь едем в столицу Астурии, город Авьеда. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...